Субтитры делал DimaTorzok 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 Я хитрый человек, это такая отрицательная реклама, что ни в коем случае не берите до книги. Обычно русская женщина, если это сказать, она тут же берет. В одном интервью вы сказали, что гении у вас не выигрывают. Хотела бы уточнить, почему гении не выигрывают? Ну, во-первых, я просто не... Понимаете, чтобы оценить, что это человек гений, надо что-то прошло некоторое время. Скажем, то, что Шекспир гений, это поняли через Патровека, с помощью другого гения Гёте. Пушкина, правда, короче был срок, ну, просто очень быстро развивалась литература, но все равно, сами понимаете, как Пушкин умер и до 1880 года, до празднования, в котором участвовали. Ну, во-первых, может быть, там и были гении. И, может быть, этот гений, как вы, как вы, потому что вы были участницами, оттуда я знаю. Но вы и не выиграли. Ну да. Я хошла, да. А во-вторых, если вы гений, давайте, допустим, хорошо с этой моделью работать, то вы и не выиграли, потому что у вас собственный мир. А здесь, в общем, надо очень много читать, надо очень быстро запоминать, надо иметь хорошую память, надо иметь хорошее введение. Я взяла максимум, да, с участием и самой передачи. Я поймала вот это вот, у меня вот такой эстафету, и потом у меня уже, потом пошла дальше, уже по своему вкусу. Поняла, чем я хочу заниматься благодаря передаче, благодаря теме. Это было судьбоносным. Сейчас вы поставили такой вопрос, на который сами ответили, намного лучше, чем я. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, еще раз спросите, Павел Иванович. Павел Иванович, у меня есть вопрос по-моему, кто оценник из серии «Умники и умницы». Вы вернули, когда была только еще одна книга серии, первая книга «История России», «Терорика», которую я запомнила. Да, Павла попала, да. Хотя Павла там не было. Да, вы говорили, что будет вторая книга, но она идет до революции, дальше вы не будете писать «Сорию России» за тот век, а вот после революционного... Я такое говорил? Да, вы сказали, что для вас это еще история, которая... Не история, ну, точнее, какая-то дистанция еще не чувствуется для того, чтобы вот... Если я это говорил, я буду глупо смородил. И, кстати, не слышу? У меня так бывает, жена говорит, ну ты себе противоречишь. Ты вчера говорил прямо противоположное, я говорю, Таня, ну... Ты же когда выходил за меня замуж, ты бы знал, что я писатель. У меня сегодня одно, завтра другое. Вчера у меня один герой говорил, сегодня у него другой. Но если у меня не будет разных точек зрения, то... Какая же драматургия будет, Кирилл? Будет моно-моно. Нужно время для того, чтобы оценивать именно исторически, а нет, метически, субъективно... Нет, ну я сильно сомневаюсь, как вы говорил, потому что у меня просто, честно говоря, так предисловие говорится, у меня довольно мало было вопросов. Мы сейчас это навёрстывали, мы сейчас будет несколько программ именно по этой истории ближайшей, потому что когда мы проводим с исключами, я так могу себе позволить предварительный отбор и предварительные собеседования, это так, конечно, история бывает, но не очень грустная. Чтобы нашёлся человек, который мог назвать должность Ленина после 1917 года, но это почти нет. В лучшем случае, ну, пошт, генеральный секретарь, а это с 22-го года Сталин. Потому что председатель Совета народных комиссаров, ну, если тут кто-то мне отвечает, я больше вопросов уже не задаю, говорю, всё, вы приняты. Вы приняты, вы всё приходите на передачу. Потому что это редчайший ответ. Особенно я в твоём возрасте. Ну, там, к сожалению, у нас, понимаете, возрастная... Нет, 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 нет. У нас даже один раз было, потому что когда-то приходило к нам чрезвычайно много писем, вот, и как какой-то замечательный письм, что мы получили детский, такой свежий, и стали дозваниваться этой девочке, и выяснилось, что ей... Она говорит, милочка, детский голос абсолютно, «Да что ты со мной на «ты» разговариваешь? Ты ж, наверное, намного меня моложе». Моя директора очень удивилась, говорю, какая милочка. Так я же, там, даже был такой возраст, что я не могу повторить. А мы уже готовы её пригласить, уже телеграмма ушла, что мы вас приглашаем, вы отобраны на программу «Умна» и «Умна». Скажите, пожалуйста, на такую машину вопросик. А как вот сейчас, вот, с временем таким, сейчас, сами понимаете, какое время, текущие. Скажите, у вас увеличивается вот количество, контингент, вот, в час прущих, от фото к фото. Нет, у меня сейчас катастрофа полная. Если мы раньше получали, вы же понимаете, мы с ключей я могу отобрать, нам просто узнать, как рыболов, надо знать хорошие места, хорошие школы, где хороший директор, где, соответственно. А что касается нашей великой страны, и великой, я имею в виду, во всех смыслах, в том числе и Дикишевое расстояние, то там мы отбирали по письмам. А здесь, раньше мы получали там 7 мешков письм, то сейчас, когда 100 человек отмечают, это очень хорошо. Это достаточно, чтобы отбирать. Поэтому мы, в общем, с губернаторами открыли это движение, потом я и буду ездить и отбирать. Ситуация, в одном плане, катастрофическая. С чем это связано? Ну, это связано с ЕГЭ, во-первых. Потому что возможности для регионалов поступить стали намного больше. Мы согласны с этим? Я в общем лично нет, мы согласны. Понимаете, на это столько затратили сил, за это столько затратили усилий. Понимаете, я 10 лет, или сколько там это длится, я выступал на разных каналах, в том числе на зарубежных, и боролся с ЕГЭ. Рассказывал об этом курсе, когда он был министр, и когда он пришел ко мне на программу, и он все это слушал, слушал, кивал. Удивительно обаятельный человек. Удивительно совершенно. Сейчас он советник президента, но ВОСТ до сих пор здесь. Я устал, понимаете. Моя сейчас позиция очень простая. Вот когда мы сдаем на права, вот там есть ЕГЭ. Это правило учебного движения, скотчу компьютера. Но после этого гаишник, сотрудник ИФТД, выводит тебя на улицу, сажает тебя за руль. И смотрит, как ты можешь вообще парковаться, двигаться, трогаться с места. Понимаете, даже там, в общем, это довольно простая функция, водить, ничего. Там все равно два экзамена. Один ЕГЭ, а другой, как ты мыслишь, журлев. Вот я за это хотя бы радуюсь, что ведущие вузы имели хотя бы два экзамена. Потому что они в состоянии были отобрать ребят. Мы же потом вынуждены их, как бы сказать, увольнять, отчислять. Они же не способны учиться иногда бывают. У них очень хорошие НИГЭ. Ну, в консерватории же нет такого безобразия. В театральных вузах пока нет такого безобразия. Понимаете, а другие вузы, они что? Там творческие вузы, говорят на эти все эксперты. А ГИМО, что не творческие? А любой факультет МГУ, это что, не творческие? Что не надо юридически мыслить, не надо физически мыслить, не надо иначе как-то мыслить. Там же то же самое нужно. И по мне вообще математик, простите, это намного более сложная конструкция и более богатая, чем актер. Очень. Но актер это творческая, а математика это не творческая. Почему? Мне бы... Нет, говорят... Я эту фигню не понимаю. Простите, такое слово. Создание вопросов, это мгновенный процесс или это тяжелый? Иногда мгновенный, иногда тяжелый, иногда это... Ну, я у меня... Я все сам же делаю. Я сам все это сочиняю, потом у меня есть Татьяна Александровна Смирнова, которую вы, наверное, знаете, еще предактор, она в своем седении в Гориапаге. Начинается отбор. И тут начинается и первая цензура. Она говорит, Юрчик, ты заумный? Это вопрос не проходит. У тебя другие телезрители, поэтому это не пройдет. Они не поймут. Пиши свои романы и устраивай там любую заумку. Все равно к тебе в основном приходят телезрители и здесь там не читатели, без печени. Вы, в секунду, у вас не длинную чергу по истории можно по вашему мнению? Понимаете, сейчас опять опять много людей, царя говорит, что не нужно, и они опять... Мое мнение, что очень, очень нужно. очень нужен конкретный пример. Я знаю одно село, весьма конкретное. Там две школы. В одном конце, большое село. Ну, в общем, это же не село, простите, посолок, как мне кажется, получит так. В одном конце школа и в другом конце школа. В одном конце учат, что стали литрофашисты, в другом конце учат, что он величайшие юридические политические деятельности и так далее. Вот и то. Вот и то. Но все-таки как-то вот... И главное, все это подтверждается тем временным учебникам или тем временным пособиям. И только хочется, чтобы детям все-таки излагали официально принятую концепцию. Я сам историк, обожаю историю. Понимаете, что если ты интересуешься историей, то естественно, ты не будешь ее изучать по учебнику. Ты начнешь читать историков, если у тебя хороший педагог, он тебя будет рассказывать, он будет давать какую-то вот эту общую государственную линию. Ну, надо знать, что Ленин был. Вы меня простите, да? А я не видел, что вы делаете. Вы со спины снимали мою Лысину, пожалуйста. Спасибо, простите. Вы не правы. Ну, пожалуйста, пожалуйста. У меня вот такой вопрос, ну, несколько вопросов. Вы скажите, что нам ждать в новом сезоне у передачи, может быть, ну, какие у вас отношения с первым каналом, потому что, конечно, в 9 утра оно может быть время и хорошее, несколько раннее. Раньше у вас только передачи «Итре гармонии» выходят. Сейчас, когда я отдыхаю, она выходит на моем времени. Да, ну, вот две такие передачи народные, да. И не обижает ли вас вот этот возрастной ценз, когда в уголочке стоит там не тот 12, не тот 16+, ну, когда ваша передача начинается, возрастные ограничения. вот на ваших еще стоит 12+, абсолютно не сразится, на мой взгляд, вот ваше мнение. Он меня совершенно не обижает, потому что я знаю, я знаю, что моя аудитория это даже не дети. Вот я там поставил 30+, или 20+, потому что основная моя аудитория, конечно, 30-й просто. Так получается. То есть, меня дети могут не узнавать, скажем, если я прохожу в него охранника какого-нибудь, он меня не узнает, я думаю, что какой-то странный охранник. Потому что в принципе должен сразу залыбаться и сказать, а, Юрий Павлович, ну, не в Москве, я имею в виду, что Москва вообще город такой специфический. Мы все как бы в своем... Я все с Солкантом хочу попросить его, что как-нибудь он поехал в метро, я хочу ехать в соседнюю погоду и смотреть, если его будут узнавать, или нет. Есть у меня подозрения, вот и не узнавать, потому что он как-то вот не верится. Я, вася, то еще по Питеру знаю, что чаще всего реплики на меня проходящего да иди ты, да не он, да ну что ты мне сказки раздаваешься. Обычно так и тут, может быть. Вот что касается времени, понимаете, я совершенно беспомощный, потому что все это зависит от первого канала. Вот я когда-то выходил в очень хорошее время дневное, в субботу, и в общем, меня могли смотреть все. Но нас периодически переносили то, что то футбол, то еще что-то, то еще что-то. Потом меня поставили на воскресенье, то же самое время 9 часов. Вот, я сразу потерял корейских спонсоров. Лыжи называется у нас, Калчи Электроникс. Вот, что для меня было, конечно, несколько досадно, не столько, потому что я там особенно много, вы же понимаете, в основном деньги не мне идут. Но они очень богатые призы давали моим детям, участникам, а это было чрезвычайно ценно, потому что одна треть этих детей, они, в общем, очень бедные, и иногда просто нет даже денег, чтобы добраться до меня. Вот. Тут были призы, были поощрения, и все это было очень хорошо, но корейцы, естественно, на 9 часов они уже не пошли, потому что 9 часов. Но там был свой еще большой плюс, потому что рейтинг, рейтинг никого не интересует, он интересует доля. Ну, там рейтинга просто не может быть, никакого, потому что это не рейтинговое вред. Вот, простите, я не договорил, но потом произошло вообще что-то для меня дикое. Малышеву, который, по-моему, все равно, когда выходит со своими здоровьем, поставили на мое место, причем мне было сказано, чтобы это попросил Патриарх, потому что я, это, после меня идет Патриарх в Саву-Паспорт. Ну, видимо, когда мне это врали, они не знали, что мой любимый ученик, с которым мы, в общем, когда-то, что-то не каждую неделю заходили в Библиоглобус, он ведает все информацию, Патриарха, я позвонил, был Володя. Он говорит, вы понимаете, такой бред, вы же знаете Патриарха, лично он познает, как он мог попросить вот такую, вот такую чушь. А у меня, это было совсем для меня нелогично, потому что половина моих школьников, они субботу простят и учатся. То есть, я ход не понял. Но дело в том, что рейтинг у меня, доля у меня увеличить, я понял, что наш генеральный директор Константин Леонидович Эрнст, он просто, он гений. Если он что-то делает, а мне кажется, что это вообще как-то запредельно, это просто я ничего не понимаю. Ну, как, вот эта передача-то вам оплачивается, или вы на Интерзе? Ну, конечно, как же бы я существовала, если бы, вернее, у меня покупается. Я же с 98-го года был вынужден создать собственную студию и все это производить. не только авторы, ведущие, но я еще и продюсер, причем все на меня. Шоферы-механик. А? И шоферы-механик. И шоферы-механик все-таки другие. Нет, я их нанимаю. Скажите, пожалуйста, от глубинки, когда дети приезжают, не уимущие. Он с Первого канала помогает? Да нет, конечно, что он. Как Малахову, вот говорят. Это я не знаю, пускай Малахов помогает. Как ему? Какой Малахов? Ну, конечно. Который лыжи натирает медом? Или который вас стирает? Который стирает, но не наш. Я вам давно не стираю. И давно не стираю. Существует ли у вас обратную связь с вашими ребятами? Вот они поступают в музыку, благодаря вашей передаче. Есть ли отдача? Это знаете ли вы о их судьбе, о их развитии, личности? Вот одна девочка здесь, которая у меня проиграла, вот она ко мне пришла. Сегодня девочка, простите, я как-то так, поскольку у меня внук 21 год, вот будет, я как-то они все дети, дети, хотя-то уже какие-то... Нет, ну у меня же теперь очень много, примерно 16 человек каждый год поступают в ГИМУ на разные по пути. Я читаю, я завязывающие кафедры мировой литературы и структуры, я читаю на многих. Естественно, они просто у меня учатся, я у них принимаю зачеты и экзамены, мы с ними поддерживаем связь. Это я говорю положительно, отрицательно. Я эгоист, занят только собой и занят своими бесконечными профессиями. Вот, и я за ними не слежу, не до них такого фонда. Вот, но когда у нас было 20-летие, то там образовался самостоятельный такой майданчик. Вот, они решили арендовать наш актовый зал ГИМУ, он громадный. Вот, я решительно выступал против, сказал, что это ничего не нужно. Про ректора, который человек этим занимается, спросил, что он, в каком случае, не реагировал на все их просьбы. Ну, сволочь такая. Вот, это не подействовало. Они все равно стояли, они все равно арендовали. Они пригласили ректора и меня, и когда я пришел, увидел там зал, 1200 человек. Весь заполненный умниками, которые когда-то в нем были в программе, и некоторые, которые приехали там из-за границы. Вот тут, дорогая, я понял, что это обратная связь. Почаще надо устраивать. Это не ко мне, пожалуйста, устраивайте, я с удовольствием к вам приду и всплакну. Было очень здорово. Скажите, вам не хотел встречаться с Лотманом? Нет, к сожалению. А вот и вы передаете, вот такие же, как он, где лекции, вот вы читаете лекции, понимаете, Лотман, это, в общем, есть такое понятие, что нет там незаменимых или нет неповторимых, что он, для меня прет, он совершенно особый человек, у нас совершенно особые передачи, особые телезрители, потому что некоторые, некоторые, в общем, не понимают, говорят о чем. Вот, так что совершенно особый, особые передачи есть, один уже очень пожилой человек, когда-то, очень известный травматур, он иногда выступает, я его тоже очень люблю, потому что с ним связана моя юность, он этот год когда-то очень дружил с моим папой, приходил к нам и рассказывал о себе интересных историй. Папа, папа его спрашивала, а Ектушенко, как вы относитесь к Ектушенко, имени называют? Ектушенко, Павлович, а Ектушенко умер. Как, выскрится, мой наивный папа, как Ектушенко умер, это было, простите, сколько, 40 лет назад. Нет, нет, Павлович умер, он писал братскую ферс и умер. После этого, это уже записки покойника, а это был так. Не, ну, он особый сегодня человек, понимаете, но вот, он абсолютно неповторимый. Вы намекаете на то, чтобы я делал передачу? Нет, ты, ты, нет, я не лот, я другой. Спасибо, еще вопрос, пожалуйста. Юрий Павлович, а вот какие на ваш взгляд самые великие и наиболее успешные правители России? Ну я бы назвал Путина, но я не могу это сделать, потому что я не знаю, чем хочется выбрать. Сейчас, секундочку, простите. вопрос глобальный. Успешнее. Ну путь здесь Никита Сергеевич Михалков. Он бы сразу звал Александра Третьего, ему было бы все проще. Понимаете, как-то Александра Третьего я бы не назвал, потому что, я бы назвал это самых интересных, но они самые кровавые. Они самые жесткие. Это грустные, это Петр Первый и это Иосиф Миссарионович Сталин. Но это великий политик, величайший политик, это человек, который, понимаете, создал империю, уступающую только одному другому великому политику. Этого великого политика звали Чингисхану. Ну, Чингисхана империя была чуть-чуть больше. Она еще выходила на Персидский залив. Вот. Но поскольку при Сталине при Сталине было столько жертв и столько крови, и кровь не только тех, того миллиона, которые там расстреляли, в том числе и моего деда, из-за которого я ношу теперь победу по паспорту Симонов, так и Овяземский, по мани, Дед Мой Станкевич, совершенно не винный, расстрелянный в 37-м году просто, что он был поляк. Сейчас же все документы открыты, и мы даже как-то от первого канала была программа «Моя родословная», и мы поехали в Ленинград с моей родной сестричкой Евгением Симоновой и вошли в этот дом, большой дом для детей. Она встретила полковника ФСБ и показала нам все документы, извините, а вы считаете Сталин великим человеком, да? Я понимаю, что он велик, сам по себе. Да, да. Понимаете, сатана еще более великий, чем Сталин. И более могущественный. Ваши памятники где-то? А? Памятников. Скверов. Памятников. Как уже отношения с современностью? Ну это как-то вот нет. Ну должно быть. Ну понимаете, поскольку везде стоит Владимир Ильич Ленин, я думаю, что в общем, Сталину, конечно, надо поставить. Да, да. Я думаю, это... Ну хотя бы вот... Хотя бы... Я, честно говоря, не очень понимаю, почему Ленин до сих пор лежит в мавзолее, а Сталина как-то взяли и вынесли, потому что они, по-моему, друг друга стоят. Да. Не, ну однозначно просто, когда, понимаете, я же внук врага народа. Кто такой Сталин и как он всех стрелял, и особенно, конечно, сколько он погубил во время Великой Отечественной войны. Но он сына тоже не пожалел. Это его личное дело. Что значит он не пожалел, там даже... Дорогой, вы же не... Это же сейчас историки... Он, скорее всего, был расстрелян еще раньше, там же, в общем, довольно сложно. История все... Да, брат, Но он в любом случае великий человек, даже как Ленин великий человек. Это люди, которые войдут в историю, они будут писать книги, историки будут рассуждать.